Всем привет, дорогие подписчики, комрады и друзья. Ну что, второй агитационный день. Комсомол Тувы и коммунисты Тувы агитируют, помогают Валентину Олеговичу. Общаемся с жителями, несмотря на дождливую погоду. Уже обработали порядка двух тысяч квартир, общались с жителями. Продолжай. Но реакция жителей очень положительная. Люди нас узнают, когда видят буклеты, когда видят лицо Валентина Олеговича. Спрашивают, сами задают вопросы. Очень активно идут на контакт. И в большинстве своем всецело поддерживают, как и нас на поприще агитационно-пропагандистской работы. Желают удачи, успехов. Прям всецело? В большей части да. А какая часть нет? Есть люди, которые настроены отрицательно, я бы даже сказал, а части негативно. Сколько приблизительно по вашему опыту из 100% настроены, ну не очень? Мало очень, процентов 10, не больше. Денис, ты что скажешь? Да, нет, на самом деле меньше. Есть вообще люди, которые вообще от слова совсем не хотят идти на выборы. А, то есть такая вот индефинентная отношения. Индефинентная позиция, да. Макс, ты что скажешь? Согласен с товарищами. То есть есть люди, которые идут в танкотанк, их намного больше. А есть те, которые просто закрывают двери перед носом. Ну бывает, бывает. Все окей. Чаян, ты что думаешь? Также есть люди, которые настроены агрессивно, бывают такие. Я хочу сказать одно, победа будет за нами. Победа будет за нами, мы не зря здесь находимся, не зря работаем. И реакция большей части людей все-таки подтверждает это. Есть, хотите пацаны? Да. Не отказались. Что вам съездить купить? Что-нибудь вкусненькое. Пирожки, беляши. То, что можно покушать. Чаян, тебе какой? С капустой. Тебе, Федь. С мясом. Тебе, Денис. Чем накормят, тому и буду. Хорошо, Макс. Все равно. Вперед, товарищи. Ура. Ура. А вы сами с футбором уже определились? Да, у него. Законававр. О, а почему вы его поддерживаете? Больше не говорили. Ага, это как больше протестного у вас, да, получается? Почему? Ну, я откуда-то ровно сама. А вот как к Соколу относитесь, к его оппоненту? Ну, у нас. Он так относится. Все, извините, я тороплюсь. Хорошо, спасибо большое. Будни комсомольцев-добровольцев. Да, интересно проходит агитация в Абакане. Встретили одного человека. Так вот, очень интересно. Человек из команды Сокола. Ну, когда спросили, за кого будет этот человек голосовать, как думаете, что этот человек ответил? Будут голосовать за Валентину Олеговича. Во-первых, первое, потому что человек местный и честный. И озвучили очень, а очень ужасной организованной работе агитаторов. И вообще, кто отвечает за избирательную кампанию в команде Сокола. Все организовано очень плохо. И более того, сказали, что очень плохое отношение к людям. Это уже очень на многом говорит. Да, Денис Павлович, прости, что перебиваю. Самое интересное, что человек, с которым мы общались, он рассказал о том, что очень много кто находится из агитаторов в команде Сокола. Они все поддерживают Валентина Олеговича Кеновалова. И нам пожелали победы на выборах. Ну, естественно, мы ответили, что с такой командой мы, естественно, победим. С такой командой Сокола мы обязательно победим. Ура! Ну, мы идем дальше. Валентин Олегович, удачи. Удачи. Даже команда Сокола за тебя. Вот так вот. Как вы все-таки оцениваете деятельность Валентины Олеговича Кеновалова на посту губернатора? Я отношусь и оцениваю его действия как положительное. Особенно мне нравится, что он обращает внимание на поселки и села. Потом мы были в Советской Хакасии. Вечера в Красную Хакасии заезжали тоже. Короче, в сторону ушей на них. Да, да, вот в этот ролик. Здравствуйте! Хотели бы вам программу одну опережать. Лично для вас. Развитите, пожалуйста. Я поддерживаю Валентина Олеговича Кеновалова. Да, я буду голосовать за него. Потому что, я считаю, он все равно набрал определенную силу. Где-то скрывают его действительные заслуги, недоговаривают. Какие-то небольшие моменты раздувают больше, чем на самом деле есть. И у него больше шансов все-таки из новой команды довести нашу Хакасию до высокого уровня. Очень приятно. А вот к его оппоненту, например, Соколу, как вы относитесь? С меньшим уважением, честно скажу. Потому что он все-таки из другого региона. Он меньше стал за Хакасию. Он был в другом регионе, в Соколу, чтобы он поднял, поднялся где-то. И вот кто-то у вас заходит еще не помнит. Поэтому я считаю, что нужно дать еще возможность нашему местному руководству, местному парню, развернуться здесь и развести деятельность, которая будет способствовать увеличению Хакасии в Хакасии. Ну да, я тоже надеюсь, что, ну и я уверен, что Валентин Олегович за 4 года очень много положительных изменений. И количество бюджетов федерального тоже, который выделялся, например, на ремонт автодорог, увеличивает практически в 2 раза. И развитие есть, и это отлично. Поэтому спасибо вам, что поддерживаете. Удачи. Хочу даже руку вам пожать. Спасибо. До свидания. Вот за кого еще? А Сокол вам, да. Он же... Да, он не местный. А мы вот подходим с людьми, общаемся, вопросы даем. Недавно в районы ездили, были в Красный Камень село, были в Советской Хакасии, в Бородино. И люди прям привет передают, по-другому, потому что дорогу там построили, перческий пункт, да, ремонтировали. И я слышал, что здесь мы пока не в медсаду строятся, и как-то так. Поэтому, мне кажется, люди не выбирают. Так что вот, ну вот, спасибо вам большое, будем ждать. Здравствуйте. Продолжается наше агитационно-пропагандистские мероприятие. Мы работаем по самому Абакану. Сейчас находимся в жилой застройке, как это видно у меня за спиной. Сейчас произошел очень интересный диалог с избирателями. Две женщины. Я подхожу, даю буклет, а женщина мне говорит, у меня уже есть, сын принес. Кто-то раздал. И сын говорит голосовать за Коновалова. Я удивился, спросил, а вот почему? Очень интересно, почему такие выводы? Она говорит, потому что это, во-первых, местный, во-вторых, человек честный. А в-третьих, варяг нам не нужен. И, как бы, ее подруга подтвердила то же самое, что люди голосуют за Валентина Олеговича еще потому, что приезжих, кого-то присланных из других регионов, они не хотят. В Хакасии есть люди исполнительные, честные и ответственные. Люди считают, что их здесь хватает. Думаю, решение примется, потому что мы бы очень были рады вас, придешь здесь еще и стараться. Может, вы не старались? Нет, а это воприк. Ну, да, он тоже воприк. Так что, вот, будем стараться, и все вам попробуйте. А как вы вообще оцениваете деятельность от Валентина Олеговича? Он же 4 года все-таки уже здесь. А мы сами только 3 года здесь живем. Ну, тогда за 3 года, вот, что скажете? Не знаю, меня, в общем-то, ничего не интересует такое. Ну, вот по отзывам, как мои дети здесь живут, они больше... Да, доверяют Валентину Олеговичу, да? Да, да, да. Вот, слушайте, спасибо, знаете, руку вам пожать охота, как хорошему избирателю.